Рассказать депутатам о новом проекте, который поможет Украине стать независимой от российского газа, приехал министр экологии лично. Уже через 5-6 лет мы сможем выйти на объемы добычи газа в несколько миллиардов кубических метров в год. Это не только усилит нашу энергетическую независимость как государство, но и приведет к существенному снижению цен. Это наибольший в истории украинского государства проект, инвестиции в который составят несколько десятков миллиардов долларов. Альтернативное топливо собираются добывать на севере области в семи районах. Представители общественных организаций, которые приехали поддержать министра, уверяют, никакой опасности метод гидроразрыва не несет. У нас плотный песчаник, как бы растрескивается, туда песок попадает, консервирует трещины, и мы можем собирать ничтожное количество газа между месторождениями. Для Донбасса это благо. Некоторые депутаты областного совета уверены, что многое им не договаривают, и такая добыча газа полностью подорвет и без того неблагополучную экологию Донбасса. Никто не видел в областном совете абсолютно точно и досконально того, какая технология будет применяться. Никто не знает, как будет именно производиться гидроразрыв. После обсуждения приступили к голосованию. Активист Сергей Денисенко с помощью листовок обращался к депутатам с просьбами не поддерживать такое решение, но даже после его принятия считает, что процесс еще можно остановить. Мы обратимся к местным громадам, на территории которых будут потенциально строить вот эти вышки и добывать газ, потому что вся эта инфраструктура испортит самые основные заповедные места нашей области. Это Север области, это Святогорье, Славянск, Красный Лиман. Компания «Инвестор» готова вкладывать в этот проект огромные суммы, подчеркнул министр на брифинге с журналистами. Инвестиции могут составить от 10 до 50 миллиардов долларов. По словам министра, в результате развития добычи сланцевого газа Украина сможет стать независимой от поставок топлива из России и стоимость кубометра топлива может сократиться в пять раз. Ольга Шилкина, Алексей Костюк, Панорама.